Здравствуйте, дорогие друзья. Вот в недельной главе КИТЦ, которую мы с вами заканчиваем, есть слова, наделенные глубочайшим смыслом. Есть много всяких законов, касающихся наследства, сыновей непокорных, беглых рабов и так далее. Но Маша говорит очень интересную вещь, причем настолько неожиданную, что ее надо перечитать, чтобы поверить в том, что мы это читаем. Не гнушайся эдомитянином, ибо брат он тебе, не гнушайся египтянином, ибо пришельцем ты был в его стране. Что означают эти слова? Совершенно непонятно. Народ Египта поработил евреев, сделал их жизнь горькой, подавил их жестокостью рабства, в котором они увидели тяжкий труд и гибель, постоянный голод. Египтяне реализовали план по уничтожению евреев, когда фарон приказал каждого новорожденного младенца отопить Нили. И вот теперь, 40 лет спустя, Маша говорит о египтянах, будто рабства не было. Мало того, он говорит, народ Израиля обязан быть благодарным египтянам за оказанное им гостеприимство. Что здесь? Более того, мы не стремились к тому, чтобы забыть историю исхода. И по сегодняшний день мы празднуем Пейсах, создаем горечь, выпавшую на долю наших предков в виде горькой травы, ни квасного хлеба. Память об этом событии сохранилась, нам это нужно. А что же тогда, говорит Маше? Вот тут вот надо вдуматься. Если вы хотите сохранить свободу, если вы хотите построить настоящее общество, человеческое, говорит Маше, помните о том, что значит потерять эту свободу. И тем не менее, обращаясь к будущему поколению, он говорит, не гнушайся египтянинам. Для того, чтобы... В чем здесь суть? Для того, чтобы стать свободным, нужно отпустить ненависть. Вот о чем здесь разговор. Если бы народ Израиля по-прежнему ненавидел египтян, это свидетельствовало бы о том, что Маше вывел евреев из Египта. Но избавить от Египта сидящего внутри не может. Каждый раз, когда мы, выходя из какой-то ситуации, несем ненависть, несем ее в голове, мы проиграли. На уровне мысли мы остаемся тогда опять в Египте. Мы остаемся рабами своего прошлого. Закованными вот в эти цепи, да, причем смысленные, самые сильные. Нельзя создать нормальное человеческое общество на основе ненависти. Обида, гнев, унижение, чувство несправедливости, желание немедленно восстановить, там, какую-то честь, причиняя боль бывшим преследователям, являются условиями отсутствия свободы, а не при... Это как таковой. Те, кто испытывает гнев по отношению к своим прошлым гонителям, все еще находятся в плену. Те, кто позволяет своим врагам определять свою суть, еще не достигают свободы. Это очень важная вещь. И теперь можно пойти дальше и глубже. Требуется написано, как можно... И вот мы должны понять, как благодарить за плохое, а также за хорошее. Это сложно, да? Но именно это в идеале требует от нас небо. Есть короткая история о рабе Зюше, когда к нему послали, сказали, посмотрите, люди пришли, говорят, что такое вот, как благодарить за плохое. Ну, пойдите к Зюше. Пришли, у него ничего нет, кровать среди воды стоит. Ему говорят, ну, как нас послал к тебе твой раб? Он говорит, я не знаю, у меня плохого никогда в жизни не было. Понимаете, это не связанные вещи. Один царский сын заболел, и вот врачи что не искали, там потом пришел какой-то самый главный жрец и говорит, можно вылечиться, но он должен найти самого счастливого человека на земле, или хотя бы счастливого реально, у которого нет ни одной проблемы. Ни одной. И тогда взять его рубашку, одеть, и все в порядке. Вот он по жизни ходил, искал, все, наконец, нашел счастливого человека, все хорошо, но у него не было даже рубашки. В то же время, как я, например, сам сталкивался с людьми, которые сидели и переживали, о том, что стояночная, там, у него 95-метровая яхта, теперь он купил 110-метровую, и такой вот стоянки нет, это такое расстройство. Радость спрятана внутри человека, она есть у каждого. Некоторые пытаются ее извлечь, а некоторые закопать. Главный посыл мудрецов всегда был один. Счастливым человеком называется тот, кто доволен сегодняшним днем, тем, что у него сегодня есть. Люди всегда ищут счастье, но оно не внешнее, каждый человек родился с этим, с любовью, с радостью, но оно внутри, вот там вот закопано, вот там надо доставать. Однажды мудрец собрал своих учеников, показал им обычный лист бумаги, где поставил одну точку, спросил, что вы видите, ставит черную точку. Он сказал, ответ неверный. Разве вы не видите этот огромный белый лист бумаги, он такой большой, он гораздо больше, чем эта черная точка. Вот так и в жизни. Мы видим людям первым делом то, что что-то плохое, хотя хорошего намного больше. Мы видим в жизни что-то плохое, хотя хорошего миллион раз больше. И только и Денисы учатся после того, как научились, и учатся видеть сразу белый лист бумаги. Перед нами Шаббат. Шаббат месяца Эллу. Один из последних Шаббатов года. И это Шаббат исправления, надо немедленно, вот немедленно сегодня же стараться как можно быстрее исправить то, что было. Возьмите ручку, запишите, сколько хорошего было. Не пишите плохое. Сколько хорошего. Живый, живый. Палец работает, рука работает, глаз видит. Вокруг посмотрите. И вот с этого начинать строить планы на следующий год. Да у меня все хорошо, я буду новые планы строить. И чтобы действительно было хорошо. Брахава, Ацлаха, Шаббат, Шалома. Всего самого-самого лучшего.